открыли свое сердце, но на самом деле присматриваясь друг к другу, и это правильно. Это правильно, потому что очень часто раскрываем, а потом происходит. Да, это постоянно происходит, поэтому нужно быть очень аккуратным. В этом нет какого-то двуличия, это этикет. Да, но нет, на самом деле, двуличия нет, потому что никто нам не обязан открывать сердце. В конце концов, должна быть или действительно общность, что бывает очень редко, или нужно до этого дойти через несколько кризисов. То есть, например, чтобы в семье открылось сердце, необходимо 20 лет. Если люди не прожили вместе 21 год, их сердца не открылись. Да, это вообще так, это три кризиса. Нужно вместе прожить три горя, три кризиса. Нужно вместе три кризиса пережить. И тогда действительно мы станем понятными друг другу. Обычно люди на первом же кризисе говорят, ой, а что это мы вообще вместе, как мы вместе оказались? Кажется, они говорят другу, мы открыли сердце друг другу, но первая же трудность, они говорят, мы не сошли с характерами. Но последние два года вы так хорошо сходили из характера. На самом деле не было открытия сердца. Не было открытия. Потому что если сердце действительно было открыто, люди уже не могут оставить друг друга. Они уже открылись друг другу. Поэтому на самом деле открытия не было. Бывало-то сказать. Простым языком влюбленность. Влюбленность. Это не открытие сердца, это открытие ума. Открытие ума. Поэтому на Востоке даже тело не открывают, на всякий случай. Все закрыто. Даже лица не открывает женщина. Женщина ходит, у нее вот так. Не открывает даже лица. На всякий случай ничего не открывает. Просто так. Просто так ничего. У нас сердце наружу, где как-то, да, сердце наружу, целых два, поэтому культура это умение вовремя открыть свое сердце, вовремя, когда сразу это легковесность, не покупается любовь за один день. Это нечто более глубокое, это требует времени, действительно самопожертвования, действительно глубины, действительно верности. И для этого нужна культура, поэтому этикет тоже это требует. В семье мы постоянно видимся вместе, поэтому быстрее происходит процесс сближения. С человеком менее к нам близким нужно дольше сживаться. Дольше нужно сживаться. Поэтому постепенно нужно открывать, сказать, мышление, не договаривать, не надо все сразу. Потому что если вы откроете полностью свое сердце, то появится критика. Поэтому этикет, все очень приятно, ласково, правда должна быть приятной и нужной другому собеседнику. Этикет это когда вы говорите то, что другому человеку нужно, то, что он хочет услышать. И так постепенно происходит сближение. Этикет это нормально. Это нормально. Это не двуличие. Это этикет. Это наоборот забота об отношениях. Потому что если мы действуем не двулично, я сразу говорю, у меня вот такие-то идеи, вот такие-то взгляды, вот такие-то концепции. А у тебя что? А у тебя вон что? Да. Понимаете? Все. Все. Поэтому, например, мы говорили с одним из моих друзей. И он мне говорил что-то. Я говорю, да, очень интересно. Я не говорил, что это полностью противоречит моей концепции. А еще чем вот этим занимаешься. Я говорю, о, как интересно. Ну вот так интересно. Ты этим занимаешься, да? Какие у тебя успехи? Какие у тебя успехи? Это не двуличие. Я хочу, чтобы наши отношения сохранились. Потому что если я приму его интересы... Спорный спорный? Я говорю, очень интересно. Нет, интересно по одному. Интересно. Это интересно. Что значит интересно? Значит, для меня это необычно. Я не говорю, что это неправильно, что это не по-моему. Я говорю то же самое слово, но культурно, по этикету. Я говорю, это не глупо, я говорю, это интересно. Да, я, может быть, считаю это глупым. Но я говорю, это интересно. Интересно то же самое слово, но сказанное культурно. И человек не обижается, говорит, ему интересно. Интересно, значит, это для меня необычно. Я бы так себя не повел, правильно? Для меня интересно. И мне это интересно, факт. Если мне интересно его жизнь, ему будет интересно моя жизнь. Так происходит открытие. Так происходит совместное общение. Поэтому закон восточного этикета, правда, должна быть приятным. Когда вы видите, что что-то в учебе вас не устраивает, вы ему говорите, как интересно. Это очень необычно. Вы не говорите, что это не так. Это неправильно. Это противоположно. Вы говорите, что это очень интересно и необычно. Если у меня есть такая, то есть это вот мой этикет, я вам сейчас расскажу, тайну открою. Если это чуть-чуть расходится с моим мышлением, я говорю, это интересно. А если это сильно расходится, я говорю, это очень необычно. Но это же можно все равно принять. Какие вот точки зрения. Ну я это принимаю. Я же не беру палку и не бью. Я не против. Я ей говорю, это есть этикет. Этикет, это постепенное сближение. И на сближение нужно уйти лет всем. Понимаете? Кто кого перетягивает? Не надо никого перетягивать. Нет. Взаимопонимание. Взаимопонимание. Этикет. Взаимопонимание. Взаимопонимание. То есть мы все разные. И если мы способны принять то, что мы разные, и относиться к этому не как к противоположному, а как к необычному и интересному, то мы сможем общаться с любым человеком. Особенно, если он нам хотя бы чуть-чуть дурак. Особенно, если он нам хотя бы чуть-чуть дурак. Поэтому, если человек просто переходит на этикет, то он способен сохранять свои отношения. Ну просто. Так интересно. Применительная знакомая, друзьям, допустим, он не скажет, что у нас еще какие-то отношения, там же может быть другие. Тоже есть этикет. На примере своего человека неизлечимая болезнь, он пишет по этикету. Он не говорит, что все, смертник идет. Он не пишет на его книжке смертник. Он говорит, что особая форма туберкулеза. И другой врач это понимает. Понимаете? Другой врач это понимает. Сам пациент не понимает. Обычно у врача еще профессиональный, так сказать, почерк становится. Чтобы не понял. Поэтому и книжку-то на руки не дают. Этикет, чтобы он сам, так сказать, не стал проверять, как это все называется, сколько там лейкоцитов, сколько там чего. Его не нужно. Есть некоторые этикеты. Все будет нормально, все нормально. Он же потом сам догадывается, когда его в отдельную палату переводят. Он уже потихоньку начинает догадываться. Что-то странное, улучшили условия. Вы считаете, что надо сказать? Я не считаю, что надо сказать. Я говорю, что у каждого есть свой этикет, меня спросили. Если у врача есть этот этикет, а у него есть этот этикет, он им пользуется. Это его личное, так сказать, профессиональное качество. Я как астролог знаю. У меня тоже есть свой этикет. Я тоже вижу очень много всего веселого у каждого. На лице написано у каждого дата смерти. Знаете об этом? На лице можно ее прочитать. Но что я говорю всем? Кто ко мне приходит? Вы будете жить долго и сейчас. По линиям на лбу можно посчитать, сколько лет прожать человек. Когда человек улыбается, или мышцы, можно почитать сколько лет. Чем меньше, значит меньше. Нет. Не делайте вы выводов. Это профессионально. Сам принцип. Но я не говорю, что у человека в третьем ряду. Вам уже можно не ходить на лекции. Не важно, что вы видите. Не важно, что вы знаете. Важно, поможет это человеку или нет. Поэтому закон такой. Лекарство. А, болезнь открывается только если есть лекарство. О проблеме говорите, если можете помочь. Не можете помочь. Не открывайте проблему. Это закон этикета. Это культура. Не знаете финансов, не говорите об инфляции. Очень просто. Сейчас все говорят обо всем, но кто может дать решение? А если человек спросит вас на клинике, скажи. Что-то я ему скажу. В соответствии со своим этапетом. Есть профессиональный этикет. Его получают профессионально. И его нельзя знать. Его никто не должен знать. Это только для специалистов. Потому что если знать профессиональный этикет, то можно догадаться, о чем идет речь. Если врач знает, что особая форма туберкулеза – это рак легких, то он сразу догадается. Пациент об этом не должен знать. Он просто думает, что у него туберкулез там. Поэтому у каждого свой этикет. У женщин свой этикет. У мужчин свой этикет. У астрологов. А не по нему астрологов свой этикет есть. У всех свой этикет. У водителей. У всех. У всех есть свой этикет. И так и должно быть. Весь вопрос, насколько он близок к корням этикета. Вот что интересно. Поэтому изучая корни этикета, то, чем мы занимаемся, основной этикет, духовный этикет, мы можем понять, как применять наш, так сказать, практический этикет в жизни. Правильно ли мы им пользуемся? Правильно ли мы им пользуемся? Это очень интересно. Переход на уровень правильного этикета сразу делает человека удачливым. Почему? Потому что он переставляет, доставляет другим людям беспокойство. И все ему рады и желают ему счастья. Все говорят, такой приятный человек. Знаете, есть проклятие, есть богословение. Проклятие, когда весь мир говорит, такой поганый человек, он опять идет, лучше нам разойтись с ним и разговаривать. Это проклятие. Это когда социум нас ненавидит из-за нашего этикета. Но мы можем себя считать очень правдивыми, очень правильными, но общество нас ненавидит. Это проклятие. Когда нам все желают зла. Потому что мы всех просто довели. А есть богословение. Когда все говорят, да, человек необычный, но хороший. Ну да, есть у него там, что-то он там, свое мысли. Да, ну хороший человек, хороший. Стоит с ним поговорить. То есть, как о вас социум отзывается, настолько ваш этикет разный. И, если вы можете с социумом встать на общую платформу этикета, значит вы сможете социум менять. Изменения начнут происходить. Если не сможете, то этикет ничего не даст. Правда ничего не даст. Помните, мы говорили, да, что отношения важнее истины. Почему отношения важнее истины? Потому что, сохранив отношения, мы сможем за несколько лет передать истину. За несколько лет можем передать истину. Если отношения мы не сохранили, то мы сами остались со своей истиной дома. А кому она нужна? Истина должна быть общей. Истина не может быть чьей-то. Солнце не может быть конкретного. Я не могу, открыв окошко, сделать солнце своим. От этого солнца не становится моим, если оно светит в мою квартиру. Или электричество не становится моим, если мы тут включили лампу. Мы не будем ругаться, почему сегодня комнаты тоже лампу включили? Нет. Поэтому необходимо уметь стоять на этом уровне этикета. Уметь стоять. Естественно, есть ложный этикет, когда он переходит границу разумности. Это ложный этикет. Когда ради сохранения отношений человек совершает греховные поступки. Вот это ложный этикет. Когда вам говорят, раз ты меня любишь, выпей со мной. Вот тут уже можно сказать, знаешь, ради моей любви к тебе я не буду это пить. Как я говорю своим родственникам. Говорю, дорогие мои, пожалуйста, не пейте за мое здоровье. Понимаете, поешьте за мое здоровье. Я вас прошу, не пейте за мое здоровье. У меня к вам одна только просьба. Не пейте. Мне хуже от этого станет. Я не напомню. Я не напомню. Ложный этикет, когда ради отношений мы совершаем греховные поступки. Греховные поступки перечислять нет смысла. Один, так сказать, очень известный. Сам принцип. Вот тут уже все. Вот тут вы должны быть принципиальными. Как я тебя люблю, я тебя уважаю, но это извини. Это я не буду делать. Вот тут нужно стать принципиальным. Также замена воды не играет в воду. Что? Есть на водичке. Все равно ты сидишь в этой компании. Я когда прихожу к родителям, то все уже знают мои требования. И мне покупают детское шампанское. Нет, но это же можно. Конечно, но вы же не пьете. Нет. Ну да. И мне готовят мой салат. А чокаться можно? Да, какая проблема. Чокание пока никого не отравил. Чокаются, кстати, именно для этого, чтобы проверить не отравлю. Если уж вспомнить этикеты. Достаточно, поэтому сомнительно совместное выпивание изначально. Потому что нужно чокнуться. Как бы не отравили. На всякий случай. Поэтому да, если не совершаются греховные действия, но вы находитесь на уровне этикета в этой компании, вас все будут уважать. Однозначно. И обычно социум более-менее находится под влиянием одного человека, если его этикет вышел. Вот, например, если я прихожу, я не курю. Если даже это большой стол, всем приходится на балкон выходить. Уже никто не курит из стола. Они все на меня смотрят, а у них тяга к курению пропадает. А родственники мне говорят, ну ты все покушал, иди, мы с тобой пить не можем вообще. Удиви, ты нам весь вообще сбиваешь энтузиазмом. Потому что меньше пить стоит ловится. Да, то есть это мы не можем с тобой пить, все, давай, все. И поэтому мы, так сказать, нашли некоторые взаимодействия друг с другом. То есть все любим друг друга, уважаем и не мешаем жить спокойно. То есть просто культурно. Все нормально, ясно, понятно. Никто не против. Но никакого перехода через эту границу. Один раз перешли, все. Один раз вы перешли вот эту границу дозволенных, и все. Никакого уважения никогда не будет. Никогда. Никто уже больше вам не повернет. Все. А такой вопрос. Вот я работаю на улице, да, и... Это мне там подходит, а там недалеко стоит.